поехали дальше продолжаем урочек по тайпу делаем вот такой вот звук и пытаемся сделать собственный узорчик мы уже делали кисточку теперь давайте создадим сам узор кликаем файл новый нам нужно 500 мы хотим окей значит сначала мы сделаем слои новенький слой его мы назовем браш браш это только могут кисточки то что будет кисточка рисовать а на бэкграунде мы сделаем градиент будем пытаться сделать такой градиент из светлого в темно-серень этого приходит тут она будет даже круговой градиент сделаем примерно такую штукенцию так круговой градиент это кликаем сюда мне нужно не черный чтобы он был секундочку cancel так минут чтобы он был не черный а скажем сероватый вот такой окей окей круговой да ну поехали посмотрим что он делает это неправильно это тоже не совсем то стараемся подобрать угол в такой же как и у нас в этот манги тут у нас много светленького актуа темненько рассос επелинкой идет можно конечно там более сложным инту el have но мне вheста я стараюсь более менее похожи сделать но не совсем так ахнаты вот это боль меня подходит такой тут светленькая темненькая светленькая сойдет такой градиент айдет следующий что мы делаем Кликаем наш слой кисточки, берем только что созданную кисточку, нажимаем Settings, это опции для кисточек. Если у вас здесь еще и все нету, то кликаем окно, и где-то здесь должно быть написано Brush Settings, это опции для кисточек. Вот наша кисточка, нам нужно сделать только две вещи, которым с двумя настройками будем баловаться. Это, во-первых, spacing, интервал, нам нужно, чтобы он был не такой частый, то есть если мы просто так возьмем, то он будет слишком частый, это для нас, мы делаем интервал побольше, где-то вот такой сойдет, и нам нужно, чтобы еще размерчик менялся. То есть наклон этих вспышек у нас не меняется, он все время такой вот остается, все время вспышка вот такой формы. Нам просто нужно размечить, где-то нам будет чуть больше, где-то нам будет чуть меньше. Размер, Scale, Scale Rating, Scattering, да, я права, Scatter, нет, это не то, я не права. Давайте искать. Shape, Dynamic, вот Size, меняем Size. От самой маленькой до самого большого, примерно, ну, представим, сколько процентов он будет варьироваться от нашего оригинального размера до, как бы, в большую сторону и в маленькую сторону. Я ставлю, чтобы он варьировался на 36%. Проверяем, как это будет выглядеть. Вот так это будет выглядеть. В принципе, нормально, да? Но можно еще, наверное, побольше сделать. Контролы заберем. Да, вот такой больше мне нравится. Отлично, теперь нам нужно сделать вспышечки. У нас в этом углу вспышечки есть, посерединке вспышечки есть, а вот тут по углу вспышечек нету. Нам нужны беленькие вспышки. Беленькие вспышки. И поехали. Тут парочку, тут парочку. Вот такие вот у нас вспышечки будут. Думаю, так будет достаточно. Илобистки. Да, илобистки еще можно их назвать. Вот это будет наш узорчик. Теперь нам нужно пойти в Edit, в редактирование. И если мы когда кисточку сохраняли, мы кликали сюда. То чтобы сохранить узорчик, нам нужно кликнуть на сюда. Называем наш узорчик, допустим, Sparkle Pattern и, скажем, с градиентом. With Gradient. Вот так напишем. With круговым градиентом. With circle. Радиент. Вот так. Вот такое у нас будет название нашего узорчика. Окей? Готово. Что будем с этим делать дальше, расскажу в следующий раз. Всем счастливо. Пока!